На библейский портал Экзегет поступил вопрос, а зачем дьяволу нужны души грешников? Потому что свойство дьявола мучиться самому и мучить других. Помните, в Евангелии бесы просили, когда Господь изгнал легион бесов из несчастного человека, они просили войти в свиней. Некоторые святые отцы говорят, что бесы не могут мучить человека, но хотя бы животные будут мучить, хотя бы творение Божие мучить. И здесь мы видим, что в нашей жизни, когда люди вместо созидания чего бы то ни было разрушают, они фактически становятся похожими к дьяволу, бесоподобными. Когда ты можешь сорвать цветок, когда ты можешь пнуть кошку, когда ты можешь бросить мимо мусорного бака бутылку или какой-нибудь мусор. И дальше по жизни, когда ты только разрушаешь, но не созидаешь, ты заражен бесовским духом. Поэтому дьявол, он такой главный разрушитель нашей жизни. И зацепив в этой жизни, в земной, конкретного человека, конкретную душу, он ее хочет утянуть на самое дно ада. Важно бесу, дьяволу не просто погубить человека, важно его столкнуть в самые тяжкие страдания, туда вот, в преисподнюю. Поэтому он, как, знаете, человек такой гневливый или завистливый, он одновременно и мучается и как-то злорадствует, когда видишь, что кому-то плохо. Вот, скажем, зависть. Что такое зависть? Зависть – это два определения. Это скорбь о благополучии ближнего или радость о его несчастье. То есть в этом смысле вот завистливый человек, он тоже напоминает беса, которому хорошо, когда ближнему плохо. Ну, таковы свойства бесовской, дьяволевской природы. Ему плохо одному мучиться, он хочет за собой утянуть. И вот в этом смысле мы видим, что любая страсть, любой грех, он по природе таков. Смотрите, сколько людей, которые грешат и которые хотят, чтобы грех был признан в обществе, чтобы было как можно больше вокруг них. Таких же извращенцев, таких же изменников, таких же наркоманов. То есть требуется грешнику, чтобы греха было больше, чтобы людей было погибающих больше. Где мы можем привести в жизни пример, когда человеку становится отчасти легче, когда он видит, что рядом с ним страдает. Например, в тюрьме сидят, там еще одного бросили сидельцы. Ну, вот давай ты с нами теперь посиди, помочишься. Но здесь такая природа, видимо, зла, что она требует умножения. Как праведникам становится радостнее видеть вокруг себя хороших и добрых, так же и бесу, только со знаком минус. Хочется пополнять свою, так сказать, вот эту семью в кавычках погибших. Такая вот природа, страшная дьявольская природа, которая вся является грехом. Это антиподом Бога, которого дьявол по гордости ненавидит и которому уже не может никогда обратиться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok